Друзья, всем привет! Я опять в гостях у Андрея Кочеткова. И, как обычно, мы говорим о медицине, о здоровье, о том, как быть здоровым, что можно сделать, что нельзя, чтобы быть нездоровым, что делать нельзя. Итак, тема сегодняшнего вот этого материала – судороги, потому что очень многих судороги, так скажем, волнуют, тревожат и непонятно, насколько это опасно, что это такое, почему и как с этим бороться. В общем, да, давайте поговорим о судорогах. Судороги встречаются практически у всех людей. Чаще всего они, так скажем, возникают в икроножных мышцах, бывают в других областях, в зависимости от того, чем человек занимается. Но если мы говорим о том, что именно судороги, знаете, как такое некое обывательское представление, то чаще всего все люди всегда думают об икроножных мышцах, то есть сводят икроножные мышцы. Может сводить и руки, да, то есть бывает сводит, что около плеча, ну то есть само плечо бывает, бицепс сводит, рицепс сводит, ну любую мышцу может свести, то есть может быть судорога любой мышцы. Если это в руках предплечья, то будут пальцы сводить, да, там, если это там в области шеи, там понятно, да, будет шею немножко наклонять там или наоборот ее разгибать, да, переразгибание какое-то будет происходить. Но судороги бывают у всех, ну то есть многие люди с этим встречались. Я на меня смотрел, потому что я эту тему озвучил, поэтому взгляд был на меня. Вот, значит, по причине, да, то есть в чем причина судорога. Здесь есть несколько причин, одна из них научная такая причина, это нехватка калия, магния и кальция, вот таких микроэлементов, да, нехватка. Почему их бывает нехватка? Первое бывает по естественным причинам, то есть есть какая-то причина, из-за которых они, как бы, выходят из организма в усиленном, так скажем, режиме. Вымываются. Да, вымываются. То есть с помощью пота, например, да. То есть человек очень много тренируется, но не восполняет. То есть у него какая-то диета, но она, ну так скажем, то, что он кушает, она не полноценная. И он тренируется постоянно там три-четыре-пять раз в неделю, как бы потеет очень усиленно, по два-три часа тренировки. Конечно, у него микроэлементов очень много выходит, в том числе калий, магний и кальций, которые необходимы для мышечного сокращения. Вот если, ну для нормального мышечного сокращения, то есть для сокращения и расслабления мышцы. Вот если недостаточно этих микроэлементов, то возникает спазм мышцы, то есть судорога. И какой-то защитная сила есть в организме, какие-то запасы есть, да. Но если они полностью усекают, то может быть настолько сильная судорога, что она минута-две-три будет держаться, пока ее там не растянуть, эту мышцу физически. То есть получается, как бы не хватает этих микроэлементов и она напрячется, напряглась, а расслабиться никак не может. Да, мышечное волоконо расслабиться не может и именно из-за того, что этих микроэлементов недостаточно, потому что они участвуют в некотором, знаете так, электрическом регулировании. Вот поэтому вот эти три элемента. Запомните, эти три элемента. Если у кого-то есть вот какие-то судороги, ну то есть имеется в виду в икроножных, даже просто в икроножных мышцах, да. И если вы занимаетесь спортом, да даже если вы не занимаетесь спортом, у вас присутствуют данные, да, такие судороги, то запомните три микроэлементы. Посмотрите в пище, где они как бы есть. Чаще всего микроэлементы находятся у нас в овощах и фруктах. Ну понятно, что у нас может качественно не очень, конечно, овощи, но все равно можно. Если анализ крови сделать и там это выяснится? Анализ крови можно сделать, да, скорее всего выяснится. Скорее всего, если прямо у человека судороги там каждый день, ну это патология, да, то есть конечно там в крови это будет скорее всего. А еще хуже каждую ночь? Ну это если именно эта причина, да, то есть мы говорим же, там есть еще несколько причин. Но микроэлементы это такой достаточно основной такой вариант, у многих встречается именно недостаток этих микроэлементов. Что еще, да, то есть какая еще одна из причин? Одна из причин это постоянные усиленные нагрузки, то есть человек не дает себе отдохнуть. Ну то есть это тоже понятно, что с микроэлементами тоже связано, то есть они вымываются и плюс еще накладывается то, что есть микротравмы и они постепенно копятся в мышцах. То есть микротравмирование какое-то происходит мышечных волокон и они не успевают восстановиться, не успевают зажить и они накапливаются как узелки в мышцах. И вот эти накопленные узелки, так скажем, это уже как бы не мышцы, а такая, знаете, такая ткань соединительная накапливается в мышцы. И мышца как бы таким, знаете, рефлекторным способом защищается. Говорит, хватит, дай отдохнуть, дай восстановиться. И начинаются вот и такие судороги. Даже после какой-то легкой пробежки начинаются у человека судороги. Это тоже нехорошо. Это вот еще вторая причина такая, да? Еще. Поэтому еще причина есть такой момент, что есть застарелые травмы, которые не залечили. То есть вот есть какие-то надрывы сухожилий, например, мышечных. Вот это сухожилие, которое не залечили, оно начинает натягиваться и натягивает мышцу. Тем самым возникает судороги тоже. То есть вот, например, да? Поэтому, если вы получили травму, залечите ее, пожалуйста, правильно. То есть дайте отдохнуть организму. Обратитесь, может, к специалисту, если эта травма, болевым синдромом каким-то проявляется достаточно уже долго и там неделю не спадает от болевого синдрома. То есть ну дайте себе отдохнуть, дайте залечить, да? Если не дадите, ну будут и судороги, будут еще какие-то другие проблемы, да? Чем опасны вообще судороги? Это только неприятно или сильно? Ну, судороги бывают же разные. Вот локальные, локальные, типа икроножных мышц, да? Ну, наверное, они не так сильно опасны. А есть более, так скажем, форма такая генерализованная. Это когда судороги, ну, вызваны каким-то, ну, так скажем, заболеванием, да? То есть вот тогда это уже опасно, когда это переходит на дыхательную мускулатуру. Не вздохнуть. Да. Либо какое-то, знаете, заболевание, ну, там, может, человек перенес когда-то заболевание нервной системы. И у него, например, он уже, как бы, в принципе, восстановился, вроде занимается, да? Но, например, не вздохнуть глубоко ему все время. То есть у него как-то немножко как будто икотообразная какая-то одышка идет. Ну, вот такая вот. Ну, это же не судороги, да? Нет, это судороги. Это спазм, спазм... А, тоже считается как судороги. Да, это спазм диафрагмы и судорога диафрагмы. И это вот это уже опасно. Ну, почему? Потому что это остановка дыхания может грозить. Поэтому здесь необходимо, конечно, понимать, есть разные, да, судороги. Если мы в икроножных мышцах говорим, в икроножных мышцах чаще всего они все-таки купируются натяжением ноги на себя, пальцами, ну, там, растянуть или... И так вопрос уже, как с этим бороться? Да, это уже вопрос, да. Но опасно, да, опасность есть. Есть еще другая некоторая опасность. Вот судороги тоже бывают разные все-таки. Вот есть от нагрузки, от нехватки микроэлементов, от инфекционных заболеваний. Есть наследственные нервные болезни, которые предполагают, что у человека по наследству передается данная патология, и судороги настолько длительные, настолько сильные, локальные, вот там, рук, ног, там и так далее, то здесь возникает как бы вот эта судорога, если ее нормально не оккупировать, нормально не лечить, она постоянно возникает патологически, и может порваться сухожилия, ну, например. То есть, вот такая вот, или может немного мышца сама перестроится, и там будет фиброз, ну, там разные, в общем, такие ткани, да. Поэтому, если у вас есть и они постоянные, ну, то есть, каждый день там возникает, может, ночью каждый день возникают, да, там у человека бывает и так, то нужно лечить, ну, нужно лечить. Чаще всего, конечно, там, микроэлементы, если восполните, уже намного хорошо, уже лучше будет. Если были травмы когда-то, и вы их не залечили, ну, обращайтесь к специалистам в любом случае, потому что мышца, она очень гибкая, эластичная система, поэтому до 60 лет она, там, спокойно, там, восстанавливается. А что делать после 60 лет? А после 60 лет, это же вопрос. Ну, тоже восстановим, все нормально будет. Вот, поэтому. Итак, если это какое-то застарелое, если это, там, наследственное, то это, как бы, только врачи могут каким-то образом помочь, то ты сам уже не можешь. Да. Если в процессе тренировки или ночью, допустим, произошла судорога, это мышцу максимально натянуть, чтобы она, как бы, помочь, помочь ее растянуть обратно. Да, да, натянуть на себя, расслабить. Что, может, есть что-то такое, чтобы, допустим, вот, регидрон, это не реклама, да, регидрон, очень часто помогает. Электроэлит. Да, помогает. Электроэлит. Это помогает, ну, почему, потому что, почему, потому что есть микроэлементы, ну, калий, в основном. Вот, что еще может помочь, типа, вот такого вот средства? Еще такого средства. Ну, есть, смотрите, если вы теряете очень много, ну, там, например, там много кто-нибудь тренируется, да, тоже пота много уходит. Понятно, электроэлиты – это самое лучшее. Второе – это изотонические растворы, ну, то есть, изотоники – это соли, то есть, микроэлементы, которые растворены в воде. Прямо изотонические растворы. И, кстати, это можно сделать и в домашних условиях изотоник, и можно, ну, покупать. Ну, это соль, смесь. Ну, соль – это микроэлементы. Ну, то есть, там, в основном, микроэлементы витамин С, ну, то есть, вот в изотонике. Поэтому, ну, там разные есть, конечно, изотоники. Ну, в основном, ну, там, например, бегуны на длительных дистанциях. Почему они пьют эти изотоники? Для того, чтобы восполнять эти соли, чтобы не было на ходу каких-нибудь очень серьезных спазмов мышц, то есть, именно, ну, вот этих судорог, особенно бедер, да, там, бедер, краножных мышц. Поэтому изотоники обязательно пить. Как можно объяснить, с научной точки зрения, что, допустим, судороги, как по расписанию, ночью ровно через час? Как объяснить это? Да. Вот у меня бывают судороги, иногда, когда что, ровно в час ночи, в два и в три, я просто схакиваю, и я похожу по квартире, потопчусь. Я знаю, что час я еще могу поспать хорошо. Понятно. Смотрите, есть, когда такая есть периодичность, то можно заподозрить о том, ну, как бы, может, это не у вас касается, ну, вообще. Вот у меня люди бывают, что, да, действительно, жалуются очень сильно на судороги, особенно, там, области бедер, в зависимости от того, какая мышца, да, там, спазмирует. Если это мы говорим о икроножных мышцах, мы можем предположить, что есть какая-то патология желчеводящих путей, например. То есть, есть рефлекторные реакции, мышечная реакция выделяет то, что здесь есть с органом какая-то проблема, значит, нужно его отследовать. Если мы говорим о бедрах, то есть, особенно о внутренней поверхности бедра, скорее всего, есть проблема, ну, это у мужчин, например, если, да, то, скорее всего, есть с простатой проблемы. То есть, нужно обязательно простату обследовать, ну, и так далее. То есть, есть иногда вот эти вот судороги, они проявляются, или спазмы мышц, особенно, если они так как-то, ну… Да, это тот вопрос, который хотел задать, что о чем свидетельствуют конкретные судороги, потому что, ну, на что внимание брать, о чем они сигнализируют? Да, есть такое, есть такое, что они связаны с внутренним органом, это рефлекторные реакции какие-то, да, возникают. И здесь можно, знаете, так кровь сдал, а там все хорошо. Да. Ну, то есть, ничего нет. Вроде интенсивных тренировок, там, 5 дней, неделю нет, да, там, ну, или еще. Пять раз в неделю нет. Пять раз в неделю нет. В день. Пять раз в день нету. Да, да, да. Вот такие вещи. И вроде человек витамины, минералы пьет, и все вроде, да, нормально, но все равно есть. Не пьет, не курит. Да, не пьет, не курит, ну, как обычно, в общем, да, и какие-то проблемы есть. Поэтому, конечно, тогда нужно обследовать какие-то органы, которые именно, ну, за которые мышцы это отвечают. Где-то может, ну, как бы, такой сигнальчик. Вот это просто, допустим, кого-то крючат руки, а это о чем говорит? Ну, крючат руки, это чаще всего сердечко, легкие, посмотреть нужно. Нервную систему, шею, особенно нервные корешки, которые проходят от шеи к рукам, ну, то есть, здесь, да, тоже. Бывает, иногда зажимают над ключицей область, там плечевое сплетение. Если его зажимает раздражение какое-то, рука немеет и сводит иногда, и бывает, ну, то есть, слабость очень сильная. Если пальцы ног крючат, то что? Если пальцы ног, то это чаще область поясницы, крестца, там, скорее всего, есть какие-то, возможно, есть тоже зажатие, спазм, какое-то искривление, позвоночник, такое тоже может быть. То есть, это к неврологу надо идти, фактически сразу, чтобы он невролог, там это казалось? Скорее всего, да, скорее всего, неврологического характера. Но если, опять же, мы говорим, нет интенсивных тренировок, да, нет потери каких-то микроэлементов, а вот просто вот у человека жил-жил обычной жизнью, да, и начало сводить все. То есть, и проверяем мочеполовую систему, обязательно, то есть, сразу мочеполовую систему. Чаще всего, у людей с судорогами именно икроножных ног, там, пальцев, вот, чаще всего есть варикоз еще, да, варикозное расширение вен. Когда вены толстые, кровь стоит, и таким образом организм защищается, он пытается протолкнуть эту кровь вверх, то есть, он толкает ее, пытаясь сократить эти мышцы, вот, которые снизят, и пытается эту состоявшуюся кровь поднять, но у нее не получается, и человек ему не дает какую-то дату тоже поднять. Вот таким образом. Так что, как себе помочь, ну, вот, мы вот немножко рассказали, да, как себе помочь. И второе, наверное, да, чаще всего первая помощь – это натяжение, да, то есть, если у вас свело, там, например, пальцы рук, и они, там, например, сгибаются, да, вы, понятно, натяжение на себя. То есть, чаще всего все судороги, ну, в принципе, особенно конечностей. Ну, я думаю, что судороги, если легкие, это вообще-то, как бы, редко встречается, да, не дай бог, получается то же самое. Ну, конечно. Значит, я свело, не сдохну, я начинаю просто, как бы, усиленно растянуть все, да, и подержать, чтобы мышца напряглась, немножко расслабилась. Да, грудная клетка. Ну, мы не касаемся каких-то серьезных. Да, это патология уже. Чаще всего такие. Ну, касаемся вот таких, да, периферических судорог. Ну, и судорога от спазма отличается, с точки зрения науки, там, в судорогах очень сильная электрическая активность, например. А в спазме мышц, например, в каком-то локальном пучке, там измерили, что нет электрических каких-то серьезных. Да, я опять показываю на Андреа Леонидовича. Если что... Хорошо, как вот отличить, условно говоря, на бытовом уровне спазм от судороги? Если до боли мышцы, это судорога или спазм? Да, это судорога. Это судорога. А если, допустим, как бы, свело некомфорт, это спазм, да? Да. И смотрите, судорога еще отличается тем, что, когда сводят мышцу, вот здесь, например, там, если бицепс, да, свело, здесь раз, и она, знаете, как такой валик прям образуется, сильный валик, как будто мышца на мышцу накатилась, и прям валик, и он твердый-твердый, и как бы человек теряет сразу функцию. Ну, то есть он, если икроножку свело, он там хромает, начинает ее там растягивать, отпустила мышцу, функция восстановилась. А вот спазм, он бывает разный просто. Бывает локальный, бывает там общий какой-то спазм, он проявляется болью, но функция, ну, чаще всего, не теряется. Либо, если острая боль, конечно же, возникла, но это другое. То есть это легкая судорога, условно, по-моговому. Ну, можно так сказать, да. Ну, по-простому, там, не надо говорить там, научно иногда, по-простому. Итак, что мы осветили, что это такое, почему это происходит, как с этим бороться, о чем это свидетельствует, и, ну, все, наверное, да, это самое главное. Ну, да, самое главное. Ну, и далее, как немножко себя поддержать, да, то есть... Ну, и по питанию тогда, чтобы профилактика судорог питания. Я понимаю, что там надо питаться экологически чистыми там травами, то есть все. Вот в тех условиях, в которых мы живем, простой рядовой человек, который не имеет экоферму свою, вот, в условиях, там, города, как, как восполнить вот эти микроэлементы? Микроэлементы восполняются только с помощью биологически активных добавок у нас, к сожалению. Только добавок? Да. Ну, вот сейчас в данный момент овощи, фрукты, они очень объединены. И в последнее время ВОЗ, Всемирная объединенция здравоохранения, ну, которую я не очень, кстати, люблю, но, как бы, она делает какие-то эксперименты. И она доказала, что в настоящий, в настоящий момент, например, в овощах в десять раз меньше микроэлементов и витаминов каких-то, чем, например, в девяностые годы. На чем связано? Скорее всего, связано, ну, они связывают это с тем, что очень много продуктов сейчас выращено ГМО, то есть геномодифицированный продукт. И, конечно, они объединены, нежели там, на огороде вы себя там выращиваете сами, да, то есть с каких-то своих семян. Вот, поэтому очень бедные, то есть на микроэлементы бедные. Поэтому я всем, например, своим пациентам рекомендую какие-то витаминные и минеральные комплексы. Мы не будем, наверное, рекламировать. Нет, нет, мы ничего не будем говорить. У каждого есть свои знакомые люди, которые занимаются здоровьем, поэтому тот, кому доверяет, тому и ходит. Да, конечно. А, и еще одно, можно еще одно? Конечно, нужно. Наверное, для профилактики, да, ребят, если вы занимаетесь активно, пожалуйста, не пейте какие-то серьезные тонизирующие напитки по типу, знаете, ред булов, всякие тоники, да, ну вот именно, которые очень много содержат кофеина и определенных вот этих веществ, которые будоражат нервную систему. Они не только возбуждают, они вымывают эти минеральные вещества. Особенно вот эти полезные калий, кальций, магний и тому подобное. И также очень сильно крепкое кофе. То есть вот крепкое кофе по типу эспрессо там и так далее, это тоже вымывает очень сильно кальций из мышц. Поэтому вот здесь тоже момент такой, что с кофе не увлекайтесь. То есть если одну чашечку может можно, но 15 чашечек не надо. Нет, 15 на тебя не пьют, я думаю, что два-три раза в день это нормально. Вот офисные работники пьют по 10 чашек там. Там на халяву, поэтому... Да, да. На халяву вкус сладкий. Да, да. Вот поэтому вот такими вот напитками в общем не увлекайтесь, хорошо? Вот это тоже так. А травами увлекайтесь? А травами можно, да. Травы сами по себе могут быть обогащены. Причем они это не выращиваются людьми, а собираются. Поэтому там природная, там нормально. Там природная, да. Даже любые травы, наверное, по идее... Вот еще один момент из продуктов. Вот вспомнил немножко, конечно же. Есть ягоды. Осенью кушайте ягоды, да. То есть брусника, клюква, черника, голубика, не знаю, там, мороженое и так далее. Все они богаты микроэлементами. В том числе вот те, которые мы назвали, которые нам необходимы. Ну это северные ягоды получаются. Это сезонные, да. Но они не в лесу хотя бы выращены. Ну или там, не знаю, выращивайте на огороде у себя что-то, да. Не-не, ну те черники, которые продают и голубики в магазинах, это же, это уже выращенные, да. Эти гигантские, конечно. Это уже выращенные, это уже не то, это уже. Едьте в лес соберите. Не ленитесь. Это для продажи. А для того, чтобы быть здоровым, надо в лес идти, самому собрать эти ягоды и потом употребить. Да, да, да. Знаешь, что там нет никаких фермеров лесных. Только лицевичку может доверять. Все, спасибо, Андреич. Да, спасибо. Друзья, всем здоровья и всем отсутствие судорог. А если они есть, то как бы посмотрев этот небольшой ролик, может задумайтесь и пройти какое-то обследование, чтобы потом не запустить свои болячки. Да, все верно. Вот как-то вот так. Все, я хожу из кадра. Андреич, пока в кадре. Пока в кадре. Пока в кадре. Пока в кадре. Пока в кадре.